Всем Дикий Мятный Йоу! Мы находимся на самом жарком событии этого года, на фестивале Дикая Мята. А ты ко мне подошел, чтобы познакомиться? Как же я боюсь, как же я боюсь, с козерванной ураной. Володя Котлеров, солист группы порнофильма. Вова, выходи! Так, гитару руками не трогай. Как импровизировать на барабанах? Всем Йоу-Йоу-Йоу-Йоу! Меня зовут Катя Кучеренко, а это значит, что в эфире Мусторг Блог. Это блог для настоящих пацанов и девчонок. Потому что сегодня в гостях у нас Володя Котлеров, солист группы порнофильма. Как же я боюсь, как же я боюсь, с козерванной ураной. Бегу быстрее и живее, становлюсь. Я не знаю, что надо делать, говори еще. Вова, выходи! Я за гаражами! Ну вот, мы наконец с тобой встретились. Я тебе дооралась, как это было в детстве. И мы не зря с тобой на детской площадке, потому что сегодня мы будем разговаривать о прекрасной паре. Это именно о детстве, о школьных годах. И вот как раз начнем с самого прекрасного. Не все об этом помнят. Именно детский сад. Но, наверное, какие-то яркие впечатления остались. Давай начнем с того, что ты ходил в детский сад? Да. Да, как и все дети нашего поколения. Мы все ходили в одинаковые детские сады, в одинаковые школы. Сто процентов в детском саду случалась и первая любовь, и, наверное, первый стыд, или какой-то поступок, за который тебе было бы стыдно. Есть такое? Как раз время же было конец 80-х, начало 90-х, да. Появились первые видеокассеты с боевиками с разными. И у меня был видеомагнитофон дома. Хорошо ты жил. Ну, папе на работе зарплату дали видеомагнитофоном. Хорошо, что не резко. Насколько я помню. Вот, да. И у нас были несколько фильмов боевиков. Я насмотрелся и начал в детском садике драться с детьми. И меня очень сильно отругали, пристыдили за это. И это было очень такое, наверное, сильное эмоциональное потрясение для меня. Привет, друзья! С вами отдел ударных дел на канале Мустор. Меня зовут Сергей Недзельский. И сегодня у нас в гостях потрясающий барабанщик Леня Хайкин. Приветствую, Леня! Леня человек с очень богатым опытом. Его приглашают, приглашали и будут приглашать не только наши артисты, но и зарубежные. Потому что это гарантия качества, гарантия разнообразия, гарантия того, что человек разбирается во многих стилях, во всем, что он делает на барабанной сцене. И мы сегодня ему зададим такие вопросы, которые рано или поздно начинают интересовать всех. Как импровизировать на барабанах? Откуда брать идеи? Так, чтобы не заученными кусками играть? Так, чтобы публика не засыпала или не уходила от какого-то лишнего однообразного монотонного грохота? То есть все, что касается импровизации. Как из этого сделать что-то жизненное, красивое, яркое? Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Импровизация – это как сочинение. Как в школе. Все учились в школе, все знают, что такое сочинение. Но импровизация – это сочинение, которое ты не дома пишешь и готовишься, а которое ты пишешь прямо в данный момент. Что это значит? То есть нужно так владеть буквами и словами, чтобы составлять фразы, которые были бы свежими и не избитыми. На пустом месте хорошей импровизации не получится, нужна большая подготовительная работа. Нужно знать основы барабанного ремесла, нужно очень много заниматься, нужна очень хорошая мышечная память для того, чтобы можно было сразу же вытащить из своей библиотеки, из своего словаря какую-то фразу, либо составить новую на ходу. Лень, ну давай начнем с того, что в импровизации есть тембральные, ритмические составляющие и так далее. Вот как, на твой взгляд, ты бы строил занятия на последующую импровизацию, ритмические? Какие советы ты дашь, с чего начинать, как продолжать, что практиковать? Я думаю, что лучше всего начинать с того, что ты изучил уже очень хорошо. Предположим, даже если ты начинающий, совершенно начинающий музыкант, и ты не умеешь играть быстро, как бы тебе хотелось, ты не очень хорошо владеешь динамикой, но даже на том, что ты уже хорошо знаешь, можно начать заниматься и сыграть некую импровизацию, хорошо зная то, что ты уже знаешь. Например, можно сыграть импровизацию восьмыми нотами, я могу это сейчас показать. Давай, отлично! Я вспомнил, знаешь, какую историю? Ну, это уже, наверное, были старшие классы. Мы посмотрели фильм «Бра-2», который только вышел, и решили сделать вот это вот огнестрельное оружие самостоятельное. Вот, получился у нас такой маленький пистолетик, прям вот как в фильме, да, вот там трубка металлическая, с одного конца там молотком мы ее заплющили, привязали к деревянной рукоятке, проволокой примотали, спичечные серые, вот, гвоздь, и стреляли. Ну, мы боялись стрелять, брать ее в руку, потому что нам все время казалось, что она может взорваться в руке, потому что там довольно, кстати, она сильно так хлопала. Слушай, ну, опять же, вот, можно вспомнить о том, что сейчас у нас есть у всех мобильные телефоны, да, а раньше такого не было. Поэтому мы и занимались всякой ерунной. Да, да, и плюс к этому, раньше как мы там, чтобы с кем-то связаться, это вот как я тебя сегодня звала. Ну, сейчас у нас более все это современно, и у нас есть доступ, мы можем позвонить в любую точку мира, но сегодня я предлагаю тебе не звонить в любую точку мира, а позвонить в город Брянск. Мы предварительно собирали заявки тому, кому ты позвонишь, и я предлагаю сейчас как раз этим заняться. Давай позвоним, раз уж мы имеем такую возможность. Всем Дики Мятный Йоу! Мы находимся на самом жарком событии этого года, на фестивале Дикая Мята. И в этом году компания Мусторг выставила свой шатер под названием DJ Station. И те, кто не с нами, пожалеют, что не приехал. Здравствуйте! А ты ко мне подошел, чтобы познакомиться, или ты хочешь рассказать, как тебе на фестивале Дикая Мята? Я хочу рассказать, как здесь классно. Ну, давай. Здесь все супер, три сцены, просто замечательно. Там хиппи, там главное, там по открытым шатром, все замечательно, там пледы раздают, там тепло. А тебе не стыдно, что ты стоишь возле нашего такой крутой DJ Station, и ничего даже о ней не говоришь? Ну, про Мусторг я много слышал, там замечательно. А ты свою вторую половинку здесь нашел уже? Ищу. Молодец, давай, удачи тебе в этом. Спасибо. У нас в шатре на DJ Station, на Дикой Мяте, проходит... Почему же у нас такая огромная очередь в нашем шатре? А все потому, что именно сейчас проходит, а в трога, в сессии не абы кого, а группа The Haters. Всем привет! Ребята, 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 кто в магазине берет? Хорошо. Да. Алло, добрый день. Владимир? Да, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Владимир тоже, я играю в группе порнофильмы. Мы выбрали ваш номер из 300 человек, которые подали заявку, чтобы мы позвонили вам. Можно на ты, наверное. У Владимира Коплеров, который... Да-да-да, это я. Замасло. Вот, значит, выбрали мы тебя потому, что мы очень удивились, что существует человек, которого реально зовут Владимир Путин. И мы не смогли удержаться, чтобы позвонить и не спросить, действительно ли это правда, что тебя по паспорту зовут именно так же, как президента нашей страны. Да, это в 1998 году я родился, то есть Путин еще как бы никем особо не был, а назвали меня так в честь отца, которого тоже зовут Владимир Владимирович Путин. Я занимаюсь актерским мастерством и режиссерами праздников. О, офигенно. Творческая профессия. Вообще, на самом деле, нам уже пора заканчивать разговор, пора уже бежать. Вот. Ну, очень рад с тобой познакомиться, очень интересно мы с тобой побеседовали. Алло. Алло, Мария, добрый вечер. Да. Вас беспокоит Володя Котлеров из группы Порнофильмы. Мы вот выбрали ваше письмо из трехста писем, которые нам прислали. Ну, не представляете, как сейчас я счастлива, то, что твой кумир из давних прям времен, вот звонить сейчас, вот. Ну, я даже смущаюсь с таких слов. Вот. Мы снимаем для магазина Мусторг видеоблог, и в рамках этого видеоблога мы решили выбрать человека, который оставит заявку, чтобы ему позвонить. Вот мы выбрали твой номер, вот. Расскажи немножко о себе. Чем занимаешься? Ой, ну, я, ну, вообще учусь в школе, и уже как бы с самого детства я слушаю панк-рок. Ну, это прям такая, можно сказать, любовь к этому музыке особая. Я играю на гитаре. Ну, благодаря маме, конечно, меня вдохновляете, и я дико фанатирую по вашей группе. Очень сильно. Приходи обязательно на концерты к нам. А? Так я живу в Красноярске, и, к сожалению, у меня есть ручок, и сейчас не получается такой дикой отай. Мы в Красноярске, кстати, были уже два раза, и осенью снова к вам приедем, поэтому обязательно приходи на концерт. Если у тебя будет возможность, мы тебя приглашаем, и впишем тебя в гостевой список. Спасибо большое, у нас все равно оращивается. Спасибо большое. Ну, не за что. Просто, знаете, вы самые лучшие ребята, которые вообще могут быть. Спасибо. Ну, давай тогда, до новых встреч на концертах. Восьмыми мы, например, играем. На пэде мы комбинируем триоли с экстоли, квинтоли. Как вообще вот ты бы подошел с этой точки зрения комбинации различных музыкальных длительностей? Как драматургию строить? Когда мы уже позанимались и владеем и триолями, и квинтолями, и шестнадцатыми, и двадцать четвертыми, и длительностями с точками, и неважно, чем угодно, то здесь важно, точно так же, как в любом рассказе, соблюдать некую драматургию. Драматургия в том, что ты развиваешь свой рассказ, начиная с малого, в каком-то месте у тебя кульминация, небольшой спад и переход к следующей части. Может быть по-другому. Может быть история такая, что ты будешь наваливать все время. Но это все зависит от ситуации. Здесь еще речь идет о музыкальном чутье. Но, как правило, хорошее соло это некий рассказ, который начинается с чего-то не очень громкого. Хотя, опять, это все из исключений. Можно сразу врезать два или три такта, чтобы все упали на одно место. А потом ты уходишь опять на негромкость, что-то негромкое, начинаешь развивать, развивать. Потом у тебя кульминация, которая еще более яркая, чем твое начало. И на кульминации можно продолжить или опять сделать спад. Вот какие-то волны. Сюда входит как раз-таки и динамика громче-тише. Это очень раскрашивает соло. Это раз. Медленнее и быстрее. Не имеется в виду изменение темпа, а использование длительности. То есть одно дело, если ты играешь 32-ми 2 минуты, это надоест. Всем надоест. Барабанщикам в первую очередь это надоест. Потому что все знают, что такое 32-е. Ну хорошо, молодец, занимался, сидел, 10 лет сидел. Умница, окей. А где музыка-то? Хорошо, дрель. У меня сосед дреляет каждое утро так. Нет, поиграл чуть-чуть такими длительностями. Сыграй разреженно. Разреженно, ну неважно, медленно. Быстро, медленно. Громко, тихо. На контрасте все это работает очень эффектно. И в результате получится такой рассказ. Это что касается динамического разнообразия. Но, бывают случаи, допустим, вот фанковое соло, здесь речь не о технике, здесь речь о груве. Здесь проще, вернее не проще, а более правильно, что ли, более органично будет играть некий ритм и просто его чуть-чуть варьировать. И не делать наворотов, потому что навороты это другой стиль. Если ты в фанковом концерте будешь играть фьюженовое соло, ну, не знаю, может быть, кому-то это и понравится, но люди, которые находятся в груве, его рушить нельзя. И лишними роллами там и акцентами тоже не стоит делать. Здорово, что ты затронул такую тему, как фанковое соло, которое не стремится к какому-то техническому там запредельному совершенству, а которое ставит цель перед собой сохранить грув. Давай что-нибудь из этого попробуем сейчас услышать. Да. О, ну не зря мы с тобой перекочивали на лавку, на другую локацию, то есть мы сидим с тобой как, пацаны. Я хочу поговорить о том времени, когда проходили тусовки возле падика, на лавочке, с семочками. Вот у меня, например, этот переуходный возраст случился, когда появилась группа «Зимфиром», «Умитроли», «Русский рок», и под этим всем влиянием я стала нефором, начала к этому течению относиться. Вот скажи, пожалуйста, у тебя как сложилась судьба в этом плане? Ну, я вообще начал увлекаться рок-музыкой в четвертом классе, когда начал слушать «Нирвану», и, в принципе, меня уже это сильно очень увлекло. Я решил, что я буду заниматься музыкой вот с тех пор, и постепенно к этому шел. Потом еще появилась в моем кругозоре группа «Офф Спринг», которая на тот момент гремела везде. И когда я узнал, что «Офф Спринг» — это панк-рок, я начал интересоваться вообще всем, что связано со словом «панк». Вы у нас в магазине много автограф-сессий проводите, да? Там у вас уже берут автографы. Ты вот брал у кого-то автографы? Нет, меня потому что не пускали в Москву на концерты родители. А ты не сбегал, не обманывал? К счастью, к нам в Дубну каждую неделю практически приезжали какие-то группы из Москвы. Я посещал в дубнинском клубе концерты таких групп, как «Дистемпер», «Тараканы», «Наив». Ну, из МС приезжал. Я, правда, не был тогда. Субтитры делал DimaTorzok А на нашей диджей-стейшн «Мусторг» снова многолюдно, потому что сейчас выступает группа «Ласкало». Камон! Чтобы было хорошо, доктор дал мне порошок. Было грустно и смешно, а потом приятный шок. Как барона Меделина, я гуляла по долинам. Ветер нежно, дурь мне спи, но у меня теперь ангина. Я как белка в колесе, голубом по Европе. Как ненужный индивидуум при потопе. Это отрава, это подстава. Дайте шлипку или круг, я не умею плавать. Я тону и слышу, причитает кто-то. Я пригляделась, поняла, какой-то доктор. Это отрава, это подстава. Слишком поздно танкер болит, покидает гавань. Скажите, как вам концерт? Нравится очень, спасибо. А вы знаете группу «Ласкало»? Нет, еще первый раз видим. И как? Нравится. А как вам фестиваль «Дикая мята»? Ну, пока мы здесь первый раз, но очень даже интересно. Ну, класс. Пойдем дальше смотреть. А что делаете на фестивале «Дикая мята»? Вторую половинку ищите? Нет, она у меня уже есть. Привет, парниша. Ну, что, как у тебя настроение? Прекрасно, солнце в глаза светит. А как вам группа «Ласкало»? Отлично. Любите? Я смотрю, вы прямо фанат, да? Фанат в мерче? Покупайте, полочек. Так, рекламы? Никакой рекламы, все. Первый концерт где был? Ну, первые мои концерты были в Дубне. У нас там был Центр детского творчества. У нас там был кружок, типа, как бы, и на базе этого кружка было несколько групп, которые играли каверы. Но мы, типа, вот туда попали. Первый раз пришли, нас не взяли, сказали, приходи через год, у нас нет мест. Пока учитесь дома на гитарах, на акустических играть. Мы учились целый год на акустических гитарах. Пришли. В кружке в этом или сами? Нет, дома, сами. Записывали на магнитофон, там все, типа. Партии придумывали всякие. Потом пришли через год, нас взяли, и мы начали играть, помимо каверов, еще свои песни. У нас, знаешь, как и получалось, что вот в этой компании, где мы играли на гитарах, там и гопники тусовались с нами. И им нравилось, видимо, тоже как-то бухать. Там, это набережная, и там все бухали. То есть там очень много лавочек, и все как бы вроде по отдельности, но при этом все вместе. И народ как-то перекочевывал. А если в компании есть гитара, конечно же, все гопники тут же приходят и говорят, а можешь сыграть там Афганистан какой-нибудь? А можешь сыграть там... Я не мог. Я ничего этого не знал. Мне вообще это все не нравилось никогда. И я гражданскую оборону любил играть. Ну, то есть им это нравилось? Гражданку же все тоже любят. Я тебе хотела рассказать, какие были атрибуты у нас у гопников. Потому что вот у меня как раз проходила все это красная линия, и я привыкла к тому, что там, эй, ты, эй, ты с синими волосами, а это что у тебя? Иди сюда, там, вот скотчем, побормочем и все такое. У нас, короче, у гопников, так как была лютая зима, у них самый главный атрибут. Я знаю, что в Москве, ну и там тоже были, которые были такие, ну, небогатые, как сказать, гопники. Обычно у них была шапка, которая называлась, можно это говорить? Этого переписка. В общем, наверное, как-то она по-другому называлась. А у наших, у богатых пацану, были норковые шапки голубые. И там был целый ритуал, как ее нужно было надевать. То есть ты берешь сначала ее, встряхиваешь, проглаживаешь. А, еще один момент, как у тебя стоят уши. От этого зависит твой уровень незначимости. То есть если у тебя вот немножечко, так ну ты такой, как бы, пацан. Если вот так, то ты настоящий пацан. То есть ты себе представляешь, вот эта шапка, значит, норка голубая, вот эти стоянчие уши. Ты встряхиваешь ее, вот так вот делаешь. И вот эта загадка, которая остается, мне кажется, до конца и останется в моей жизни. Надеваешь. И обязательно вот это. Что это значило, я не понимаю. Может быть, балансировка, понимаешь? Вот это ушла нам уже. Обязательно открытый рот. А, и обязательно у тебя должны быть вот эти туфли квадратные, подкованные гвоздиками. Чтобы ты шел вот это, вот шапка с барсидкой, еще со звуком вот это, вот гвоздик прям у тебя стучал. Поэтому и тебе, наверное, вот с этим повезло. То есть у тебя... У нас город такой, знаешь, какой-то такой тихий. Как я уже понял, путешествуя потом по России, что нам с городом повезло. У нас как-то все так... А скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, забыла мысль. Блин, прикинь, вот так. Сейчас резко ушла мысль. Надо вот так. А, да. А балансировка... Сделать. Красавчик, дай пять. Тоже переименовываешь инстаграм. Ну, в общем, все, сам знаешь, что делать. Вперед. Друзья, ну как ваше настроение? Вы нормально, бодры еще? Вы еще с нами, да? Все, хорошо. Супер, хорошо. Когда играют два диджея сразу, это называется Back to Back, либо Jam. Окей, давайте придумаем название этим двум замечательным девушкам. Классно. Это зачем уточнение сейчас было? Они соседки. Не знаю. Подожди, где вы соседки? Давай уточнять в этом смысле. В квартире. В квартире. Так, мы еще глубже забрались. Давайте похлопаем в ритме. Здесь можно покричать. Взрыв такой. Вау! Давайте поаплодируем. Они молодцы. На самом деле это было круто. Это было круто. Сами себе можете даже поаплодировать. Это было круто. Всем привет. Меня зовут Диджей Рор. Я являюсь координатором школы диджеинга Scratch Digi School. Сегодня мы вместе с компанией Moostork на Дикой Мяти проводим мастер-класс по диджеингу. Собственно, мы учим людей скретчингу, учим людей сводить треки. У нас много тембров в установке, да? Все-таки низкие инструменты, это бочка, том, флортом, да? Томы, немножечко другая краска, малый барабан, там более яркие, там менее яркие, кто как настраивает, тарелки. Вот все это многообразие тембровое. Как ты используешь? Как ты стараешься сделать это нескучным? Отличный вопрос. Опять-таки, в зависимости от стиля. Если есть возможность играть негромко, с большим количеством нюансов, здесь как раз открывается простор для использования разных тембров. Ведь в каждом инструменте гораздо больше звуков, чем один. В любом барабане, в любой тарелке. Поэтому я бы мог посоветовать взять ту же самую тарелку. Вот на палец ее вот так надеть, поиграть по ней пальцем, послушать, как она звучит вблизи. Поиграть палочкой, поиграть малетой, колотушкой. Повесить ее, поиграть в разные ее места. Попробовать извлекать звуки по-разному, не только стандартным путем. В принципе, эти приемы мы все видим, они уже давно известны, их используют довольно давно. Некоторые приемы для изменения звука могут использоваться и в громком соло, там, где они хорошо прочитаются. Но это один из простейших примеров. Это когда мы прижимаем пластик либо палкой, либо рукой, изменяем его высоту. Тембральное разнообразие может достигаться извлечением звука одновременно из разных источников. Не обязательно вот только в бас-барабан и крэш ударить. Можно ударить в бас-барабан, в крэш и в том-бас. Или в какой-то другой инструмент, это уже другой звук. И этим тоже можно делать импровизацию. Причем не обязательно действительно наворачивать. Можно просто вот из таких звуков составить на те же восьмушки или четверти, или вообще без темпа. Поиграть разные звуки. И они будут производить разные эффекты. Барабаны, в общем-то, по эффекту, производимому на человека, это, пожалуй, самый мощный инструмент. Недаром он был вторым после человеческого голоса. Самый древний инструмент – это ударный инструмент. Он производит... Ну, потому что у нас сердце бьется, в сердце есть бит. В барабанах есть бит. Это как-то друг с другом резонирует. Поэтому эти звуки могут производить разные впечатления. Поэтому вот эти тембральности, их надо изучить дома или на базе. Просто посвятить этому, или даже не посвятить один раз, а посвящать этому какое-то время, чтобы изучить свой инструмент, каждый элемент ударной установки, изучить, какие звуки в нем есть. Не только от пластика, даже в корпус, в стойку, как угодно. Масса примеров барабанщики используют стойки в своем соло, разные поверхности, корпус используют. Афрокубинская музыка вообще там, святая святых, играть в каскору в корпус барабана. В общем, да, тембральная. И когда это все совмещается, ритм, тембр, динамика, вот здесь уже получается более-менее такое соло. Главное не увлекаться при этом. Давай мы посмотрим теперь какое-нибудь соло от тебя, где ты используешь все только что произнесенные тобой постулаты. Динамику, длительности и тембральную окраску. Динамику, 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 динамику. ДИКОЙ МЯТИ Погода отличная, настроение супер Сегодня провели мастер-класс по укулеле Короче, постите свои фотки в инстаграм, в фейсбук, в контакт В любые социальные сети с хэштегом Муздоргпати на мяте Погода супер, мы отдыхаем, все классно Рок-музыка, здорово! Рок-музыка, здорово! Я знаю, не как сильные экстрасенсы, но вот О том, что у тебя была какая-то интересная работа В 11 классе, связанная с металлом, да? Это не работа, это я хотел просто купить себе гитару Родители мне не хотели ее покупать И я на лето устроился перед 11 классом На подработку разнорабочим Мы убирали на каком-то предприятии Местном свалке из этого мусора Потом ты пошел работать в музыкальный магазин Я был продавец музыкальных инструментов В местном магазине в Дубне у нас Я хочу тебе предложить провести такой эксперимент задания Поехать к нам сейчас в магазин И стать настоящим живым продавцом На пару часов И вспомнить, как это было И, может быть, даже поностальгировать Субтитры сделал DimaTorzok Так, гитару руками не трогать Добрый вечер Что-нибудь приглянулось? Добрый вечер Добрый день, здравствуйте Здрасте Можете по поводу гитары сказать что-нибудь? Да, могу Надо туда, наверное, выходить, мне получается В каком вообще, так сказать, виде гитара-то интересует Электрогитара или, например, акустическая Вообще Что-нибудь рассказать что-нибудь Важно понимать в какой-то сновой диапазон, во-первых Надо вписаться И, во-вторых, ну, примерно какой стиль рок хотя бы Ну, металл Для металла можно взять, например, какой-нибудь бонез Так Есть одна с собой, но она тяжеловата Полегче, да? Полегче, да А какая, которая вот тяжелая? Можно на нее взглянуть, чтобы примерно понимать? Эпифоны, в принципе, они довольно тяжелые бывают Что-то написано Дадарил Сейчас найдем Дадарил Какие там 10.46 Чтобы он похож был немножко по эргономике, что ли Может быть, как PRS что-нибудь Такого рода, если у вас есть Можно посмотреть и бонезы Ну, еще ценовой диапазон, конечно, тоже очень важно понимать Потому что Дадарил 10.46 Так 10.46 Вот эти Никель-ваунд Какие же Отлично вообще сработал я Вот, например Ну, это Допустим Ну, вот такой вариант Типа Telecaster Deluxe Любую из этих, какая бы очень нравится В принципе, они все С комбами Довольно плотный звук будут давать Так О, вот так, наверное Пойдем сразу к другим гитарам В отдел Ну, чтобы ты мог, в принципе, это Сразу другие смотреть И это Тоже Есть эпифоновские СГшки Вон здесь вот Вон, случайно, не Володь зовут? Да Володь Котляров, да? Из Порнефимов, да? Ну, да У вас у меня бэджик есть Да, я смотрю, в лицо знакомое какое-то, да? Как вы тут угодите к нам сюда? Ну, так вот получилось, что я работаю продавцом один день Когда-то я работал в музыкальном магазине У себя в Дубне И вот так вот вышло, что я решил тряхнуть стариной Такая работа, от которой не устаешь, потому что, ну, вдохновение приходит А как же туры, концерты? Ну, сейчас лето, типа, поэтому Не сезон? Ну, да, сейчас только фестивали будут в июле После чемпионов мира Чемпионат мира по футболу пройдет, фестивали начнутся А потом уже танец Много, а мало кого из этого можно увидеть Как тебя зовут? Никита Ага, очень приятно Групп много, а ничего интересного Ну, да, все какое-то однообразное Вот, а когда песни покоряют, типа, сердца людей Они уходят в народ Люди начинают ходить на концерты Лень, спасибо тебе большое, что зашел, поделился Спасибо, что пригласил Очень приятно было смотреть за твоей игрой Чувствуется рука мастера, огромный опыт Друзья, пишите в комментариях, если вы хотите увидеть кого-нибудь у нас в гостях Мы с удовольствием постараемся исполнить ваши пожелания Володя, спасибо тебе большое за сегодняшний день Я думаю, очень многие мне позавидуют, что целый день мы провели вместе Это было незабываемо Огромное тебе спасибо Спасибо, мне тоже очень понравилось Интересный опыт Когда-нибудь меня выгнят из группы Я приду к вам работать продавцом в магазине Густон Это будет круто, ты знаешь, мы тебя будем всегда рады видеть Давай я тебя обниму, потому что ты прекрасно замечательный человек Еще раз тебе огромное спасибо Спасибо, вы тоже все очень прекрасные, замечательные люди И вы тоже, кстати, кто смотрит этот видеоблог Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики Репосты, да Репосты приветствуются категорически И всем пока, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok